Песни и дети Давида Тем временем Давид обживался в Хевроне, проводя время не только в государственных заботах, но и в игре на арфе и в сочинениях все новых псалмов. В этот период его поэтический дар достигает поистине огромной силы. Мотивы преследования и спасения сменяются глубокой философской лирикой, пронизанной восхищением перед той мудростью, с которой Бог сотворил мир. Цитата. Руководителю хора, песня Давида. Небеса повествуют о величии Господа, о деянии Его рук рассказывает небесный свод. День за днем ведут речь, и ночь за ночью раскрывают знания. Нет говорящего и нет слов, и не слышен их голос. По всей земле проходит их луч, и до края вселенной их слова. Этот девятнадцатый псалом, восемнадцатая Тейла, был одним из самых любимых псалмов великого физика и теолога Исаака Ньютона, утверждавшего, что в нем Давид наилучшим образом выразил мысль, что само гармоничное устройство Вселенной является доказательством существования Бога. В таком же ключе трактовал этот псалом великий Маорал из Праги в своем сочинении «Натевот Олам» — «Тропы мира». Цитата. «Наблюдая небесные светила и их созвездия, человек может познать того, кто приводит их в движение, его могущество и его мудрость, и когда он по-настоящему вдумается в упорядоченность и масштаб этих процессов, он неминуемо познает Творца». Конец цитаты. Но ведь эти строки о гармоничности Вселенной, о неслышамой обычным человеческим ухом музыки сфер, реальность которой была открыта совсем недавно, были написаны почти три тысячи лет тому назад, и эти, не только поэтические, но и, если хотите, научные озарения Давида, не могут не поражать воображение. Поэтическое творчество, видимо, доставляло Давиду величайшее наслаждение, и, будучи, как и всякий поэт, не чувствующий славя, он стремился любыми путями распространить свои сочинения в народе. Давид явно желал, чтобы люди по всей стране повторяли их снова и снова, не забывая при этом о том, кто является их автором. Многие псалмы начинаются словами «Мизморлы Давид» — песнопение от Давида, или «Тейлали Давид» — восхваление от Давида. Другой страстью Давида были, несомненно, женщины. Подражая принятым в регионе обычаям, он вскоре после воцарения в Хевроне завел небольшой гарем, присоединив к первым трём женам Ахинаами, Авигея и Маахи ещё трёх местных девушек — Агифу, Хагид, Аветал и Эглу. Судя по всему, молодой царь в те дни не обходил ни одну из своих жён вниманием, и они, одна за другой, подарили ему сыновей. Ахинуам родила ему первенца Амнона, а вскоре после неё настал черёд рожать Авигея. Так как Давид поспешил взять Авигею в жёны вскоре после смерти её мужа, то по Иудее поползли слухи, что на самом деле Авигея родила сына не от Давида, а от Навала. Однако, когда ребёнок подрос, всякие сомнения в том, кто его отец, отпали сами собой. Маленький Далуя, Даниэль, был копией Давида, за что и получил ещё одно имя — Кевлав, то есть подобный отцу. Вслед за этими двумя сыновьями Мааха родила Давиду сына Авессалома, Авшалома, Агифа, Адонию, Аданиягу, Аветаль, Сфатью, Шефатью, Аегла и Ефераама и Триама. В том, что у Давида в течение столь короткого времени родилось шестеро сыновей, народ увидел особое благоволение Бога к царю Иудеи, а над домом Иевосфея тем временем всё больше и больше сгущались тучи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова